Здравствуйте! Сегодня час пик для политика, которого по гороскопам определяют как тигр, гуляющий сам по себе. В результате стремительной политической карьеры он стал правой рукой президента Ельцина и человеком номер два в системе российской политики. Однако за последние две недели у всех на устах стал человеком номер один, главным делателем новостей. В студии час и пик Александр Иванович Лебедь. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Лебедь, генерал-лейтенант, 46 лет. Окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище и военную академию имени Фрунзе. Командовал батальоном парашютно-десантного полка в Афганистане, Тульской воздушно-десантной дивизией, был заместителем командующего ВДВ и, наконец, командующим 14-й общевойсковой гвардейской армии в Приднестровье. Военную карьеру закончил в июне 95-го. Не согласился с реорганизацией 14-й армии и подал в отставку. В политику вошел быстро и стремительно. В декабре 95-го был избран депутатом Государственной Думы, а через полгода, 16 июня 96-го, стал бронзовым призером первого тура президентских выборов. Два дня спустя заключил союз с Борисом Ельцином, был назначен секретарем Совета Безопасности и помощником президента по национальной безопасности. Ежедневно бегает и обливается холодной водой. Женат, трое детей, сторонник порядка и строгой дисциплины. Себя считает прагматичным и единственным принципиально трезвым человеком в нашей стране. А что, когда ежедневно бегает, вот эта фраза прозвучала, то вы как бы в знак несогласия сейчас покачали головой. Вы что, сейчас изменили своим привычкам? Некогда стало бегать, поэтому только холодная вода осталась. А чем вы заменили эти пробежки? Что вы делаете вместо них? Тренажерами. Что удалось сделать уже за эти две недели в высших эшелонах власти? Не так много. Пока все в стадии подготовки, пока вот мешает рутинное. Рутинные проблемы мешают, но их пробью. Это точно знаю. Он говорит, что целебить два дня в Кремле. Но Кремль это в образном смысле, а четверых уже нет. Вот как бы считается, что уже результаты просто потрясающие. Вы считаете, что пока вам удалось сделать не так много. То есть больше еще впереди. Они хотят сделать монстры. Министр обороны давно напрашивался на отставку. Отставлять начальника личной охраны и директора ФСБ, это дело президента. Первый вице-премьер, это тоже дело президента. Причем здесь я. Мне чужие лавры не нужны. Какие нужны свои, что вы хотели бы сделать на вот этом посту? Хочу сделать армию армии, чтобы ей можно было гордиться, чтобы маму не боялись отправлять туда сыновей, чтобы распустились в стране комитеты солдатских матерей, отпала в них необходимость. К маму-то претензий нет. Они правы. Они сыновей рожают для жизни, для будущего, чтобы опоры и надежды в старости были. Вы считаете, что вам это удастся? Удастся. Аркадий Бульский, сидя на этом месте, говорил, что в России существует партия войны. Сейчас она распущена? Я бы не сказал, что она существовала, чтобы мощная была. Но была. Вы говорите в прошедшем времени? Да. Ее больше нет? Практически, да. Вы сегодня встречались с Ельцином? Да. Что нового? Как он себя чувствует, по крайней мере? Полный респектабельный вид, голос восстановлен. Вестиминутный обмен мнениями по последним новостям, по последним задачам. Текущая рабочая встреча. Вы встречаетесь с президентом каждый день? Практически, да. Практически, да. Был двудневный перерыв, связанный с голосовыми связками. Вы многие подметили некоторую разницу в ваших отношениях. Вы как бы за более широкую коалицию, чем президент. Это действительно драматичное различие? Нисколько. Нисколько. У нас очень большая, очень разная сторона. Работы всем хватит. Считаю, что обособляться и отделять 30 миллионов человек просто непрактично, скажем так. Поэтому мы найдем, один мы народ. Одна земля, одно небо, один русский язык, работы, всем хватит. Никаких проблем, мы договоримся. Вы просите дополнительных полномочий? Да. Зачем? Затем, чтобы скоординировать действия силовых структур. Мне больно и обидно смотреть, как в той же Чечне постоянно бьют под такими пальцами и ломают пальцы. Система должна при необходимости складываться в кулак. Вам сейчас не хватает полномочий? А какие они? Полномочия у Совета Безопасности. Это такой координирующий, советующий орган. Подготовили бумажку, отнесли, приняли хорошо, не приняли еще лучше. Разве это полномочия? Это не ваш стиль. Это не мой стиль. В воскресенье утром все говорили о... Ну, со ссылками на вас, я не знаю, правомерными или нет, о возможности реставрации поста вице-президента. Как вы относитесь к самой идее? Я об этом говорил раньше несколько. Почему эту идею подняли сейчас не очень понятно, но могу сказать. Ну, скажите. Если кому-то не повезло с женой, это не означает отмена института брака. Поэтому в данном случае вице-президент вот сейчас, он просто напрашивается. Появился, так уж сложилось, отдельный, огромный, мощный, на годы кусок работы Кавказ, Чечня. А там, таким вопросом, этим регионом должен заниматься человек, обладающий мощными, конституционными, властно-распорядительными полномочиями, способный принимать политические, способный принимать военные решения. И проблема будет решена. Все за жизнью пришли в этот мир. Все жить хотят хорошо, хотят жить. Весь ваш образ излучает полную уверенность, ну, не просто в завтрашнем, но даже в послезавтрашнем дне. Это действительно так? Это действительно так. А в чем-нибудь неуверенном? Я на своей земле. Здесь будущее мое, здесь будущее моих детей, внуков. Я отсюда никуда не выйду. А что, ваши избиратели обязательно проголосуют сейчас за ваш союз с Ельцином? То есть, приказ возможен? Вы обратились с ним, ну, с обращением это, конечно, не имело форму приказа. Как может быть здесь приказ? Да, я понимаю, что Изюганов говорит, что нет крепостного права, но вы надеетесь, что они все-таки так сделают? Я в этом глубоко убежден, ибо я выступал и на съезде общественного движения Чести Родина, это был объединенный съезд в честь Родина, Демократическая партия, Конресс русских общин. Мою поддержку проголосовал весь съезд, один воздержался. На съезде национальных и патриотических организаций полная поддержка позиций. Ну, конечно, с урной каждый один на один, но большинство, думаю, меня поддержит. Еще раз хочу повторить, все хотят жить. Жить хорошо, видеть вокруг себя порядок нормальный, цивилизованный. У нас другого пути нет, и выбора нет. Поэтому выберемся все вместе, всем миром. Мы же наследники победителей, и победители еще живут среди нас. Поэтому выберемся. Александр Иванович, в качестве первоочередных задач вы назвали армию. Я хотел бы продолжить разговор именно на эту тему. Пожалуйста. За четыре года финансирование вооруженных сил сократилось вдвое. В этом году на содержание армии выделено всего 40% от того, что ей на самом деле необходимо. На еду хватит денег всего на 10 месяцев. Нечем платить за электричество и газ. Запчастей и горюче-смазочных материалов в половину меньше, чем надо. Зарплаты и сухие пайки офицерам не платят месяцами. По мнению экспертов, и российских, и западных, наша армия представляет собой совершенно разболтанную силу, состоящую из деморализованных офицеров и полуголодных солдат, которые пользуются устаревшим или неисправным оборудованием с малой или недостаточной подготовкой. Юлия Калинина. Московский комсомолец. 22 июня 1996 год. Ну что, сильное преувеличение или наоборот недобор крепких выражений? К сожалению, не очень сильное преувеличение. Но это все поправимо. Надо вернуть в армию носителей школы, которых оттуда системно 4 года изгоняли. И надо задействовать тех, кто есть. Надо развязать им руки. Они же офицеры российские. Александр Иванович, нам звонят в студию уже. Пожалуйста. Я звоню из Твери. Вот. Вот. У меня вопрос к Александру Лебедеву. Когда вооруженные силы будут получать вовремя заработную плату? О, да. Когда вовремя будут получать заработную плату в вооруженных силах? Я надеюсь, что очень скоро. Разберемся с господином Воробьевым и с остальными господами, которые злонамеренно эти деньги пускали налево. И армия будет получать заработную плату вовремя. Вот это должно быть 13 числа с 14 до 18. 18.05. Начвин должен прийти и доложить командующему. Что все выдано? Все выдано в конвертах. Претензий нет. Так же, как я не понимаю, финансирование продовольственной службы на 40%. Это означает, что солдата надо либо кормить один раз в день, либо организовывать для него трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. А это не солдат. Не солдат. Так вот мы все поправим. Это все в наших силах. Когда закончится война в Чечне? Вот. Полечу после выборов и начнем, помоляясь, заканчивать. Не силой ей надо ту войну кончать разумом. В своем последнем интервью президент Ельцин к Интерфаксу сказал, что война в Чечне выдохлась. Вот это вот слово какое-то не совсем политическое. Будут ли даны политические оценки этой войне? Будет ли разбор полета после? Вообще всякая война требует разбора полета. Вопрос времени, когда это будет. То, что война выдохлась, это точно. Она никому не нужна. Поэтому надо брать и прекращать. Все от нее устали. Чечня выйдет таким образом из России? Я не думаю. Россия, Чечне нужнее, чем Россия и Чечня. Но вы за референдум в Чечне. Если на референдуме будет принято такое решение, то... Это было мое мнение, как кандидата в президенты. Сейчас. Сегодня я просто вынужден согласовывать свое мнение с общей политикой. Ты не стал президентом. У нас звонок по Чечне, пожалуйста. Это Южа, это Борискина, Валентина Иосифовна. Город Москва. У меня вопрос к генералу Лебедю. Скажите, пожалуйста, когда же все-таки закончится война в Чечне? Против конкретных сроков, наверное. Конкретных сроков не будет. Не та эта вещь война, чтобы объявлять о том, что в такой-то день, в такое-то время. Еще раз хочу повторить. Полечу. Разберусь. Командующего на 4 числа вытаскиваю, заслушаю, окончательно уникну в обстановку и полечу разбираться. Войну надо заканчивать. Спасибо. Еще одна цитата из московского комсомольца, пожалуйста. Создается впечатление, что генерала Лебедя даже не надо наделять особыми полномочиями для наведения порядка в стране. Стоит просто записать на пленку громовые раскаты его голоса, произносящего в зависимости от обстановки «не советую» или «очень не советую». И транслировать это время от времени по телевидению и радио. И порядок сам собой наведется. Московский комсомолец. 24 июня, 96-й год. Может быть, мы сейчас неправильно произнесли вот этот «очень не советую». Как надо? Почему? Все в порядке? Странная вообще вещь получается. Я в своей жизни не разжег ни одного конфликта, ни одной войны. Я их только гасил. И убеждал, уговаривал, взывал к разуму, к совести. Разнимали все. Разнимал, эвакуировал, кормил. Чем больше этим занимался, тем больше ко мне вот этот лепился образ монстра странный. Но вот я не знаю, ты прочел в западной газете «Лебедь – это Сталин сегодня». То есть, ожидают такой твердой руки. И вот даже, может быть, сталинисты готовы именно поэтому за вас голосовать. Как вы относитесь к этому? Спокойно отношусь. Мы проехали тот период, когда можно голой силой, дурной силой держать в стране порядок. Вот того энтузиазма, который был в 20-х, в начале 30-х годов, нет. И силы нет. Поэтому только разумом. Разумом, только разумом. По-другому просто не получится. Ну а как вы собираетесь бороться с преступностью? Тоже разумом? Тоже разумом. Уговаривать будете? Нет. Отстреливать. Разумно. С минимальными потерями со стороны милиции и других силовых структур. Тех, кто не уговаривается. Культурно. Вы не боитесь, что они могут перейти на взаимность и тоже попытаться взять вас? Бой-бой явление двухстороннее. Последним смеется тот, кто стреляет первым. Это же давно не мной сказано. То есть, вы готовы выхватить первый? Хорошо. А вот эта коррупция, вы говорите, существует общероссийская преступная крыша и так далее. Вот как высоко простирается коррупция? Высоко. Вплоть до каких уровней? Вплоть до правительственных. Вплоть до правительственных. Да. Понятно. У вас есть какая-то конкретная борьба с преступностью? Ну, хотя бы по срокам рассчитанная. Когда будут первые результаты борьбы с преступностью? Вот когда они будут, мы тогда встретимся и их обсудим. Опять не буду сроков назначать. То есть, сейчас вы как бы пожимаете руки своим будущим жертвам? Да чем? Я не палач. Но если вы говорите, отстреливать, то... Вы же путаете понятия. Вы спросили про организованную преступность, про бандитизм. По сути дела, отстреливать. Да. Ну, кто не поднимет свое время на руки? А коррупция, это уже совершенно другое слово. Можно ли победить преступность, не нарушив права человека? Можно. Режим в стране останется демократическим? Исключительно. Вы себе представляете. Вы демократ в душе. Я понимаю демократию как очень широкие рамки. Вот эти рамки, они есть. Вот здесь, пожалуйста, твори, дерзай, живи, богатей. Но помню, что они есть. Это рамки закона. Александр Иванович, вы любите анекдоты и всякие присказки. Я сейчас вспоминаю историю про одного полковника, который, сев писать стихи, очень расстроился. Потому что каждый раз у него выходил приказ по полку. Вы не ловите себя на таких разочарованиях? Нет, один тульский рабочий не так давно тоже пытался принести домой швейную машину, приносил детали, их собирал и каждый раз получался автомат Калашникова. Это не про вас история. Нет. А я не знаю, чем вы можете доказать, что вы развиваетесь? Или чем вы можете успокоить всех? Потому что я, наверное, не скажу что-то такое сенсационное. Но многие опасаются. Сейчас как бы так пригнулись. Вот сейчас будет такая некая либидизация всей страны. И вот как бы вы понимаете, о чем я говорю. Не надо бояться лебедизации всей страны. Русь, она была раньше лебедяне. Тотем. Руси – это лебедь. Ну, все нормально. Сейчас в вашем случае. Кров лить хватит. Все лимиты исчерпаны. Жить будем. Поэтому приглашаю всех к жизни. Но кто с этим не согласен, тогда извините. Один из ваших конкурентов написал книгу «Плевок на Запад». Что бы вы отправили? Какой посыл с вашей стороны на Запад? Никаких посылов. Мы со всеми дружим, со всеми торгуем. Ни с кем не деремся. Территориальных претензий никому не имеем. К себе тоже не принимаем. Спасибо. Телефонные звонки. Да. Володя меня зовут. Я из Москвы. У меня такой вопрос, пожелание к Александру Ивановичу. Обладая его характером, обладая его силой воли, одно такое пожелание. Александр Иванович, не позвольте стать игрушкой в чьих-то руках. Не позвольте превратиться в того же русского, который со своими одиннадцатыми чемоданами, ну, скажем так, был осмеян. И чтобы вашими руками не делались, ну, черные неблагодарные дела. Ну, это пожелание. Я благодарю вас. Он старается. Следующий звонок. Алло. Да. Извините, пожалуйста. Как можно попасть к вам на прием? Тяжелый вопрос. Совет безопасности, Старая площадь. После выборов, после возвращения из Чечни к вашим услугам. Генералы в мировой политике. Эйзенхауэр, Деголь, Пиночет. Какой образ ближе вам? Образ Лебедя. Мне эту фамилию завещал отец. Я ее завещал сыновьям и внукам. Я под ней в мир пришел и умру. Я русский. И вот чужой опыт самый замечательный, он на нашу почву не ляжет. Поэтому собственным умом жить надо. Я это давно понял и на этом твердо стоять намерен. Спасибо. Сегодня час пик был для человека, который создает неповторимый образ в российской политике для Александра Ивановича Лебедя. До следующих встреч. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok